Друзья, я вас приветствую! Сегодня у нас на обзоре очень крутое эргономическое кресло от очень известной компании Autonomous. Встречайте, ErgoChair 2! Во-первых, немного о самой компании. Данная компания уже на протяжении нескольких лет является очень популярной на Западе, но у нас про неё очень мало кто знает. Хотя свои продукты они доставляют в любую точку мира, в том числе и к нам. И всё это быстрой доставкой. Кроме эргономических кресел, они производят автоматические столы, которые регулируют свою высоту простым нажатием кнопки. Тоже очень крутая вещь, и однажды моё рабочее место таким обзаведётся. Ну а пока я, наконец, решил обновить свой обычный игровой стул на эргономичный, так как моей спине и пояснице всё это очень надоело, и она начала жёстко побаливать в конце рабочего дня. Да и в принципе каждый человек, который работает из дома, учится или просто проводит много времени за компьютером, понимает, насколько важно иметь удобное кресло. И после долгих исследований я нашёл ErgoChair 2. Эта модель очень популярна благодаря балансу качества, возможностей, внешнего вида и главной стоимости. Ни одно типичное игровое кресло в стиле кресла гоночной машины не сравнится по удобству с эргономичным креслом. Но в то же время и стоимость именно у эргономических моделей гораздо выше. Так что за эту вещь всё же нужно неплохо заплатить. Наше кресло поставляется в огромной упаковке. Внутри имеются все необходимые детали, включая даже инструмент для сборки. Всё разложено по своим местам и, конечно же, подписано. И, кстати, в момент, как только курьер доставляет вам кресло домой, вы сразу получаете по электронной почте ссылку на видеоинструкцию по сборке данного кресла. Из личного опыта могу сказать, что сборка очень простая и проблем нигде не возникает. В целом она должна занять не больше 15 минут без какой-либо спешки. Ну и теперь о дизайне кресла. Внешний вид у него довольно футуристичный. Он абсолютно не скучный и в то же время выглядит гораздо элегантнее игрового кресла. Так что если у вас будет видеоконференция по работе, это уже будет плюсом. Само кресло имеет отличный газлифт и выдерживает вес до 160 килограмм. В нашем случае я выбрал расцветку Black & White. Существует еще несколько вариантов, кому интересно, под видео я оставлю ссылку на официальный магазин. И там можно посмотреть все варианты расцветки. Нижняя часть кресла имеет большую и в меру мягкую подушку из дышащего материала. Спинка, как и положено, из сетки. Причем сетка очень крутая. Она очень гладкая и полностью проветривается, что очень круто скажется летом. Натянута она, конечно, очень плотно, а не как в дешевых моделях от других производителей. Из такого же материала сделан подголовник. А вот подлокотники имеют прорезиненное мягкое покрытие. И также они весьма широкие, что тоже отлично сказывается на удобстве. Ну а теперь самое главное. Настройки и, собственно, эргономичность. У данного кресла целых 7 зон настройки, благодаря которым вы можете добиться идеального комфорта именно для вашего тела. Самое привычное это высота. Эта регулировка есть в любом кресле и этим никого не удивишь. Вторая зона это подлокотники. Они регулируются не только по высоте, но еще и по глубине, а также их можно смещать в сторону. Дальше, пожалуй, самая главная фича в плане комфорта. Это поддержка поясницы. Она также регулирует положение по высоте, чтобы идеально подходить именно для вашей спины. Четвертая зона это наклон сидушки. Можно менять наклон в любую сторону, чтобы добиться максимально удобной посадки. Пятая это положение спинки. Ее можно зафиксировать в любом положении, а также разблокировать и позволить откидываться в любой момент назад. Ну и для того, чтобы откидываться назад было максимально комфортно, у нас есть шестая зона регулировки. Она отвечает за сопротивление задней спинки. С какой силой должно быть оказано на нее давление, чтобы она начала откидываться назад. Ну и седьмая зона это подголовник. Он регулируется не только по высоте, но и по наклону в любую сторону. Именно набор всех этих возможностей и делает это кресло на самом деле эргономичным и комфортным. Таким образом каждый может настроить его именно под себя. От себя могу сказать, что разница с простым игровым креслом просто колоссальна. После Ergo Chair 2 другие кресла будут казаться просто табуретками. Но я не могу сказать, что это самое крутое эргономическое кресло. Также на Западе есть очень популярная компания Harmon Miller, которая тоже делает эргономические кресла и имеет огромное количество положительных отзывов. Но у этой компании стоимость кресел в разы выше, чем у производителя Autonomous. И может доходить без проблем до полторы тысячи долларов за нормальную модель. Тут же цена в разы адекватнее. Точную стоимость я советую посмотреть именно по ссылке в описании, так как она часто меняется и проходит разные акции. Ну и дополнительно прямо под видео я оставлю купон на 8% скидку на любые товары в магазине Autonomous. В общем я остался очень довольным данным креслом. И собственно приобрел его именно для постоянной работы из домашнего кабинета. Ну а в этом видео я просто поделился с вами своим мнением касательно компании Autonomous. Как по мне это идеальный баланс того, что мы получаем в плане качества и комфорта и адекватной стоимости продукта. Ну а если у вас будут вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях, а я постараюсь вам ответить. И как всегда друзья, спасибо, что смотрели это видео и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok